Здравствуйте! В эфире программа «Продвижение и реклама» и ее ведущие Татьяна Тармогина и Алена Арзамастова. У нас в гостях Андрей Мазанов, директор по маркетингу компании «Делл». Здравствуйте! Андрей, большое спасибо, что пришли к нам на передачу. И мы традиционно просим вас буквально пару слов сказать о компании и о вашей роли в компании. И о вашей персонале, потому что мы о вас много наслышаны. Компания «Делл» — это глобальный лидер в производстве решений, информационных технологий, включая практически всю линейку клиентских устройств. Это какие? То есть это ноутбуки? Это мобильные устройства, ноутбуки, планшеты, это десктопы, серверы, системы хранения данных. Но это не ограничивается только клиентскими устройствами. У нас есть также решения, программные решения в области управления, в области виртуализации рабочих мест. Благодаря нашим последним приобретениям «Делл» теперь обладает полным ассортиментом решений для того, чтобы удовлетворять запросы самых требовательных аудиторий. Начиная от «Консюмер», то есть потребительского сегмента, и кончая корпоративным сегментом, то есть решение любой сложности. Сегодня мы, наверное, сфокусируемся больше на B2B-сегменте, такой сегмент с повышенной сложности, он очень конкурентный, особенно в сфере IT-технологий. Я так полагаю, что, ну, как минимум, наверное, компании 5, от 5 до 10, наверное, бьются за одного, примерно, заказчика. Стоимость покупки, стоимость входа очень высокая. И, конечно, здесь, наверное, большую очень роль играет некая изобретательность в маркетинге. То, что сам по себе маркетинг B2B, он сложный. И до настоящего момента, ну, до такого прошлого момента, он был очень ограничен в инструментариях. И, наверное, здесь какие-то новые инновационные технологии появились, какие-то тренды обозначились. Вот было бы очень интересно услышать ваше мнение на этот счет. Ну, действительно, сейчас нет недостатка в информации. И круг компаний, особенно в корпоративном сегменте, он понятен с точки зрения потребностей, которые у них есть, и тенденций их развития, и потенциала их развития в дальнейшем. Поэтому компании действительно так или иначе конкурируют за ограниченное количество бизнеса. На уровне контактов, на уровне общения это означает, что один и тот же человек, принимающий решения по информационным технологиям в крупных компаниях, крупных коммерческих компаниях, он разговаривает с несколькими компаниями, у него есть возможность оценить то, что предлагают другие компании. Ну и, как вы правильно отметили, обратной стороной медали заключается в том, что есть определенный избыток вот такой вот информации, через который надо профильтровать, выбрать то, что нужно, остановить свой выбор на самом интересном. А ведь, несмотря на то, что борьба идет за некий как бы бизнес-юнит, так скажем, да, то есть за компанию, да, за заказчика, все равно работает, приходится с человеком, с персоналей. И наверняка здесь идет некое возможно, это моя гипотеза, заимствование каких-то средств с консюмерского, да, с потребительского маркетинга. Да, абсолютно. В конце концов, это весь бизнес, он все равно про людей. Несомненно, сразу человечен как-то. Да, да, люди принимают решения, и вот то, как вы сказали, это называется, есть такой еще умный термин, консюмеризация. Да, вот как раз один из трендов, я так понимаю, да, такая тенденция. Да, мы сейчас видим, что эта консюмеризация, она сейчас проявляется во многих аспектах. Вот как существует интересная тема сейчас, консюмеризация IT, да, консюмеризация информационных технологий, это когда люди уже больше не различают между тем, как они используют информационные технологии дома, по сравнению с тем, как они делают то же самое на работе, и они ожидают... То есть их выбор, он фактически становится одинаковым, да, вне зависимости? Да, абсолютно. Они ожидают, что они будут иметь такую же свободу и гибкость в использовании клиентских устройств, к доступу к информации на работе, как это происходит и дома. И это для людей создает возможности больше удовлетворения, чем чем они занимаются. Для этого мотивирует людей. И для компаний это становится дополнительным способом привлекать к себе талантливых людей. Удерживать их. Удерживать их и мотивировать их. И мотивировать их. Я говорю об этом, потому что у Дел на самом деле существует достаточно стройная концепция, как применять вполне в контексте конкретных организаций, как вписываться в этот тренд консюмеризации IT, потому что вот с такой консюмеризацией неизбежно возникают вопросы, как обеспечить безопасность данных, когда люди приносят свои собственные устройства в корпоративную сеть, как интегрировать правильно эти клиентские устройства, как обеспечить безопасность, как обеспечить контроль. Ну и управляемость. И управляемость этих клиентских устройств. И, как я сказал, у Делла есть, что называется, сквозное end-to-end решение для подобного рода вопросов и организаций. Но вот такой же абсолютно симметричный тренд, как вы сказали правильно совершенно, можно наблюдать и в передаче информации, и в средствах донесения информации. Если раньше на моей памяти маркетинг B2B существенно отличался от маркетинга… Но он был довольно скучным на самом деле, да? Но таким линейным, очень таким вот понятным… Предсказуемым. Предсказуемым, да. То есть очень мало было каких-то возможностей для маневров, каких-то интересных решений креативных, да? А здесь получается такая категория. То есть это вроде бы и не B2C чистый, это и не чистый B2B, это какая-то новая такая формация, когда у нас две категории сливаются, и очень сложно определить грань. И в связи с этим очень непросто подобрать какие-то инструменты работы и воздействия на эту аудиторию, потому что она какая-то… Но они интегрированы именно, наверное, становятся, да? Интегрированы, да, абсолютно. Совершенно точно сейчас вот того былого инструментария B2B-маркетинга уже не хватает для того, чтобы взаимодействовать с новыми категориями пользователей, особенно тех пользователей, которые относятся к пресловутому поколению Y и так далее, которые выросли уже на информационных технологиях, которые готовы воспринимать информацию только определенным образом, и для которых, честно говоря, прямолинейные вот такие вот в лоб тактики воздействия могут не оказаться очень эффективными. И это, кстати говоря, не только даже относится к вот к этим молодым потребителям из этого пресловутого поколения, а даже люди постарше, получив опыт и пообщавшись в интернете, да, получивши уже привычку находить информацию, которая необходима в интернете, общаться в интернете, они тоже уже начинают принимать решения немножечко по-другому. То есть мы сейчас должны, мы сейчас вынуждены, не вынуждены, точнее, мы сейчас делаем вывод, что такой инструмент, когда, допустим, социальные сети меняют... Ну, контекст определенный, да? Это способ, как люди делают бизнес вообще. Вот такие вот вещи, как социальные сети, допустим, меняют то, как люди делают бизнес. И тогда возникает вопрос. Если меняется в целом способ восприятия информации, и меняется то, как люди делают бизнес, не должна ли меняться маркетинговая информация в соответствии с этим? Ну, и сами, да, не должны. И не должны ли способы донесения этой маркетинговой информации таким же образом симметрично меняться? И ответ на это – да, должны. Конечно, конечно. Это прекрасно, что вы это понимаете. Как я понимаю, какие-то конкретные шаги тоже делаете. Расскажите скорее. Ну, на самом деле здесь вполне понятный и предсказуемый шаг – это научиться тому, научиться способам продвижения товаров и услуг, принятых в потребительском сегменте. И посмотреть, каким образом можно адаптировать, мигрировать эти приемы и тактики в B2B-сегмент. А вот я оговорюсь, энд-юзеры – это в основном мужчины? Конечный потребитель. Конечный потребитель. Если мы говорим про потребительский сегмент, то там, безусловно, это и мужчины, и женщины, и молодые мужчины, и молодые женщины. Вот если мы говорим про B2B-сегмент, то среди людей, принимающих решения, а это те люди, к которым мы в итоге хотим достучаться… Адресовать собственность. Да, и донести до них свое сообщение и воздействовать на них. Это преимущественно мужчины. Преимущественно мужчины. Как и моногендерный сегмент. Женщины мне не представлю. Да. Да, то есть, ну, наверное, за редким исключением. Наверное, исключения есть везде, но из моего опыта это, как правило, мужчины. И вопрос тогда заключается, вот как вы правильно сказали, когда вот в этом контексте постоянно нарастающая информация, идущая со всех сторон, как привлечь к себе внимание. Жесткая такая ситуация, потому что информативный шум, он очень агрессивный. Он все нарастает, и нарастает, и нарастает. Абсолютно, Алена. Совершенно верно. И еще там усложняется это тем, что количество заходов потенциальных, которые у нас имеются на одного и того же человека, оно естественным образом ограничено. Потому что невозможно бесконечно посылать человеку какую-то информацию. Ну, обработать, конечно, единовременно. Абсолютно. Если это занятый человек, если это человек востребованный, то на него... Количество обращений ограничено. Абсолютно. И они должны быть очень четкие, точечные и результативные. Целевые, целевые. И результативные. Так что же, вы идете в соцсети? Это один из инструментов. То есть это один... Но соцсети, я так понимаю, что они совсем соцсети. Не на Фейсбуке, ВКонтакте. Наверное, все-таки какие-то профильные, тематизированные, профессиональные. Или туда, и туда. Или как? На самом деле, мы очень хорошо присутствуем в Фейсбуке. А, отлично. У нас там аккаунт и... А он глобальный или это российская страница? У Делла есть глобальный. Фейсбук и российский. Российский очень активный. У нас очень большое количество пользователей. Там проводится различного рода... А сколько, если не секрет? Большое количество. Я затруднюсь сказать точную цифру. Но там, по-моему, уже перевалило за 100 тысяч. Мы, кстати, заходили до передачи на страницу. Она очень живая. Живая. И видно, что на ней происходит какая-то деятельность. Позитивное такое впечатление производит. Но это же надо эту деятельность там как-то создавать, модерировать. Это же огромная работа вообще. Поддерживать соцсети. На самом деле, вот у Делла... Вообще для Делла социальные сети – это одна из областей компетенции. Это то, чем Делл занимается предметно. И этому уделяется большое внимание. Это вот если, допустим, сказать, одна из областей, о которых Делл знает, как думать... Вот, прошу прощения, Андрей, просто... Социальные сети. Да, мы вот дошли к самому интересному моменту, как раз-таки к возможностям продвижения каким-то инновационным и новым. Вот обязательно продолжим подробно и детально после рекламной паузы. Рекламная пауза. Здравствуйте. В эфире снова программа продвижения рекламы. Ее ведущие Татьяна Тармогина и Алена Арзамасова. У нас в гостях Андрей Мазанов, директор по маркетингу компании Делл. Андрей, мы закончили первую часть передачи на очень интересном моменте. Это как раз продвижение B2B-сегментов посредством интеграции в соцсети. Facebook было помянут как один из возможных аккаунтов, где вы уже активно представлены. И возник вопрос, для того, чтобы там быть с тем количеством участников, которые у вас есть уже сейчас, надо же быть очень активными, вообще целую деятельность развивать очень большую. Для этого нужно иметь и персонал, и вообще понимать, что им давать в качестве там, да, такого food for source, так называемого, да. Вот что это, расскажите. Ну, я начал говорить о том, что в Деле есть сформирован целый подход, как работать с социальными сетями, потому что Делл распознает растущую важность социальных сетей, в том, как люди принимают решения вообще обо всем. Сейчас говорится, тут человек, если вдуматься в это, то человек, у которого есть мнение и доступ в интернет, способен очень сильно воздействовать на то, что для нас очень важно. И об этом не надо забывать. Мнение есть у большинства из нас. С интернет-доступом тоже нет никаких проблем сейчас в данный момент. Поэтому на это нельзя не обращать внимания. Вот. И есть подходы, как это правильно делать, как правильно работать с социальными сетями. И у нас в организации маркетинга в Делл, в России, этот подход очень хорошо поставлен с точки зрения того, как правильно работать с соцсетями, там устраиваются различные роды инициативы. А это разные подходы, когда мы говорим о соцсетях, вот типа Facebook и ВКонтакте, и о каких-нибудь профильных соцсетях? В целом это все равно общение с людьми. Это все равно подход, когда невозможно бить прямолинейно. Извините за такой вот жаргон. Где все равно мнение преподносится мягко, да, не настаивая, где неприемлемы прямые такие вот техники продаж, где просто не работает давление. Поэтому в этом смысле одно и то же. А развлекательный компонент должен присутствовать? Рекомендательно развлекательный ресурс. Да, абсолютно. Вот в Facebook там у нас проходит целый ряд различных конкурсов, вот именно такого развлекательного плана. И разыгрывается различного рода клиентские устройства. И я знаю, что есть счастливые победители этих конкурсов. Но что касается B2B-сети, которая называется Хабра-Хабр, это целое сообщество людей, для которых информационные технологии – это дело жизни. Это, как правило, работа или очень большое увлечение. И это, на первый взгляд, такое достаточно специализированное такое сообщение. Тем не менее, оно подчиняется в целом тем же самым законам. Инсайтами, да, спецификами, поведенческими. И там меньше имеют место вот такие вот розыгрыши и конкурсы, как… То есть посерьезнее все-таки. Как в Facebook. Скорее просто там несколько другие механизмы мотивации людей. Вот, допустим, мы недавно, я считаю, с большим успехом, начали программу тестирования на этом ресурсе Хабра-Хабр, где людям, у которых есть интересные идеи, предлагалось тестировать оборудование. И они тестировали и давали фидбэк в каком-то там режиме реальной связи. Но это большая ответственность тоже. Да, абсолютно. Нет, потому что это риск определенный. И риск, и ответственность. Потому что там невозможно смодерировать как-то, да. Это фактически такой поток абсолютно чистой информации, который очень сложно проконтролировать, да, как-то отсеять, отфильтровать. Вот как есть, так и есть. Безусловно. И там, на самом деле, риск заключается в том, что если будет какой-то, ну, допустим, негативный комментарий, то он будет многократно усилен. Конечно, конечно. Да, аудитория этой сети. Да, риск есть. Но мы сочли, что мы можем быть спокойны с точки зрения наших продуктов, которые мы предлагаем. Вот, и мы на самом деле попробовали давать наши серверы. Это такая вещь, которую, ну, так вот просто не пойдешь и не купишь. Она, безусловно, стоит денег. Но если есть интересная идея, мы готовы дать сервер на тестирование. Люди могут опробовать. Допустим, они разрабатывают какое-то интересное приложение программное для своей работы. Они могут опробовать его и посмотреть, как оно работает реально на этом сервере. И, может быть, потом у них сформируется желание поговорить с нами более подробно. И тогда уже могут подключиться люди, которые занимаются у нас предметом, продажей оборудования, и уже говорить более-менее с этой организацией о их потребностях. А вот, если честно, какие-то негативные или околонегативные отклики были, если да, то как вы с ними работали? Вот, мне тоже было очень любопытно. Честно и откровенно. Как работать с негативом? Ведь все равно же продукт не безупречен. И в том числе и на Фейсбуке, потому что это вообще такой вот канал огромный, интенсивный. И обратной связи, да, и обмена каким-то опытом, и какие-то негативные вещи, они могут как вирус распространиться очень быстро и расползтись, посетить. А, конечно, негатив подхватит гораздо большим удовольствием и ажитациям. Ну да, потому что у вирусного потенциала гораздо больше. Это очень позитивный компонент. Абсолютно, это так и есть. Безусловно, случаются такие моменты, но от этого никто не застрахован. Да, это происходит буквально у всех. Вы считаете быть честными? Да, да. Насильственным образом гасить подобного рода вещи – это контрпродуктивно. Если у человека есть конструктив за этим, и он готов выговориться, и конструктивно с ним можно пообщаться на эту тему, мы готовы это сделать, но именно в конструктивном ключе. Если же это просто выплеск негатива, то это просто часть вот этого жанра. А вы упомянули еще в первой части нашей программы про такое понятие, как лидерство мысли. Очень любопытно. Я так полагаю, что вы каким-то образом с ним работаете, и, возможно, даже имейте некую прикладную технику его использования. И это очень хорошо. Как раз к теме ответственности линкуется, потому что ответственность серьезная, и только тот, кто действительно является лидером, и обладает этим лидерством мысли, может эта ответственность на себя взять? Да, это один из возможных приемов донесения сообщения для целевой аудитории. Но не прямым образом, а посредством ассоциации. То есть такой перенос ассоциаций. Абсолютно. То есть одно дело, когда можно прийти и говорить с человеком о каком-то товаре или услуге, совершенно прямым образом расписывать его сильные стороны, начинать продавать и так далее. Этот подход имеет право на жизнь, безусловно. Этим занимались и занимаются уже, сколько стоит этот цвет. Тем не менее сейчас, как я уже сказал, меняется отношение и меняется способ принятия решений у людей. Такие вот тактики могут не работать или не всегда работать. А второе – это избыток информации, который идет отовсюду. И тогда, как я уже сказал, такая тактика может быть контрпродуктивной. И тогда лучше создать ассоциацию, когда предмет или явление, или феномен, или тенденция, или тренд, или что угодно, ассоциироваться с какой-то компанией. И осуществляется такая вот связь на подсознательном уровне, когда мы понимаем, что у людей, как только речь заходит о каком-то определенном явлении, возникает какая-то... Манипуляция сознанием какая-то прямо. Манипуляция, да. Это не то, чтобы манипуляция, а просто... Коллективного сознания. Конструктивная такая, конструктивно-позитивная манипуляция. Ну расскажите, я так понимаю, что... А на конкретном примере, да. Да, на конкретном примере, допустим, мы сейчас пилотируем такой проект, где мы будем общаться с нашими потенциальными клиентами в режиме ток-шоу. И на этом ток-шоу мы будем говорить о тенденциях в области информационной технологии, которые всем интересны, особенно если это определенный сегмент рынка, допустим, банки, страховые компании. То есть вы задаете некую тему данному ток-шоу. Да, мы задаем некую тему, мы начинаем о ней говорить. Приглашаете туда какой-то экспертный совет. Абсолютно. Из различных областей, да. Ограничивать это определенным сегментом применения. Условно там бизнес-сегмент или там, не знаю, какая-то другая индустрия, да. И в рамках в таком довольно интерактивном и развлекательном одновременной в таком ток-шоу формате вы эту тему каким-то образом муссируете. Это один из способов. На самом деле мы можем начать говорить, допустим, о будущем информационных технологий, скажем, где-нибудь в каком-нибудь сегменте или какой-нибудь отрасли. Но вы ожидаете, что этот разговор будет такой острый, как бы такая конфронтация возникнет на данный предмет, который вы предлагаете. Я думаю, что это неизбежно, потому что у нас в нашей аудитории будут люди, у которых могут быть очень такие четкие представления относительно этого. Они могут их высказать как угодно. Безусловно, это вопрос модерации в том числе. Но мы не ждем от этой, мы не ставим целью осуществить конфронтацию в рамках этой передач, как это делается на некоторых ток-шоу. Но скорее мы ожидаем, что мы будем говорить о каких-то вещах, и мы будем выслушивать от людей, которые экспертно могут об этом говорить, вопросы, связанные с определенными трудностями, проблемами, воплощением вот этого видения. Но они будут как поднимать, так и отвечать на них. То есть для вас это очень такой интересный, выгодный, так скажем. Да, и на самом деле это по-любому тот самый случай, когда любой исход работает все равно на нас. А каким образом вы будете это измерять? Эффективность подобного метода, да? Потому что это же не прямой будет иметь результат, лучше на продаже, например. Это такой отсроченный немножко, да? Да. То есть зрение бизнес-результат. Извините, перебиваю. И здесь на самом деле две вещи происходят одновременно. Одновременно происходит вот эта самая ассоциация, которая начинает расти, она начинает распространяться на все более и большее количество людей и так далее. И возникает постепенно, вполне возможно, что возникнет такая вещь, как де-факто стандарт. Вот как, допустим, ксерокс, это де-факто стандарт. Да, или клинекс. Да, или клинекс, да, давно уже нет, да, но тем не менее. Мы все еще говорим, мы все еще о перебивах, о таких вещах. Ну, де-факто стандарт, конечно, далеко. Это одна вещь. А вторая вещь, это мы потом можем разговаривать с людьми, которые пришли на ток-шоу по поводу бизнеса. Мы можем начать с ними говорить по поводу решений наших. А сколько человек будет присутствовать? Я не думаю, что будет большая аудитория, наверное, максимум 50 человек. Ну, это такая точечная работа с контактами. Ой, я вот, к сожалению, вынуждена сказать, что наша передача неизбежно подходит к концу. И, конечно же, на самых интересных компонентах. Поэтому мы традиционно просим нашего гостя пожелать буквально обратиться к нашим телезрителям с каким-то небольшим пожеланием или советом, или рекомендацией профессиональной. Вот очень просим, Андрей, вас. Пока у нас осталось еще немножко времени. Я думаю, что это очень хорошо, что мы вот на такой ноте закончили, потому что мы так занавес так приоткрыли, немного показали, такой тизерный был момент. И закрыли его аккуратненько. Действительно интересное обсуждение. Я думаю, что я бы пожелал зрителям, особенно людям, которые занимаются схожей со мной деятельностью, просто более активно искать новые пути. Они есть. Все уже придумано. Все можно найти. И в B2B, безусловно, еще не исчерпан потенциал. То есть это, если хотите, B2B-маркетинг 2.0. Да, 2.0. 2.0, когда новые технологии, новые подходы начинают работать лучше, чем то, что было раньше. Андрей, большое вам спасибо. У нас в гостях был Андрей Мазанов. В эфире была программа продвижения и рекламы. Ее ведущие Татьяна Тармогина и Алена Арзамастова. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok